Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешево. 1050. События дня. Второзаконие, 25.17. Полный текст. Помни, как поступил с собой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал, утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. 1 Коринфян 10.6.11. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Это за 31 октября 2017 года. Это я эпиграф взял, зачитывать буду несколько дней для тех, которые гоняются за мной. Переписка, сидят днями, ночами, ролики против составляют, они не понимают еще, что это означает. Это образы для нас, это было уже, ослабевших узнают фамилии, имя, нападают, а те люди мне говорят, а что это такое, на меня такой наплыв, столько они на меня пишут. Галина в леске, ей пишут, там, Соболеву, Марьясову, Кальмаеву, наседая здесь, оторвать надо. Но видят, эти люди-то по зубам им дали, они отошли тогда. Гоняются, притом таких людей, я заблокировал только 6,5 тысяч. Вообразите, сколько маликитян сегодня. Это их потомки. Они ничего не имеют, я не могу им не ответить. Скрывается под разными фамилиями, аватары, все это сатана придумал. А кроме того, вообще ничего нет. У нас такое сокровище. Ежедневно выставляется златоуст, жития святых. Доброта, любие насчитаны. Им это не надо. Люди, пораженные болезнью или, как сказать, синдромом демонов падших. Вот те тоже палец спрашивают, а не чистый дух, там, называют их черти. Зачем они вот людей соблазняют? А он не может по-другому. Раз погиб, он тянет туда и других. А в ответ, взамен что они могут дать? Ничего. Что-то лучшее, а они об этом никогда не думают. Главное, что были против. И друг перед другом хвалится. Кто скольких убил, развратил. Ну, отсюда вывод делается. Вот сколько на мне лично сатана задействовал сил. И люди это веруют. Они не верующие. Верующими себя называют патриотами, православными. Мусульмане, не нападаясь, сектанты, ну, один-два раза скажут, отошел все. А это нет. Это все пораженное православием лживым. Значит, я лжемиссионер, лжепроповедник, лжеблаговестник. Вот все лже, лже, лже. То есть, они не верующие совершенно. Какие-то сравнения с чем-то делают. Ну, вот, на мне сатана задействовал целые легионы. Не один легион. Вот так Господь допустил. Это венец сплетается. Блаженны вы, когда будут поносить вас. Велика ваша награда на небесах. Как златооз говорит, венок сплели, говорит, мне похвалами. А это поношением. Он драгоценнейший. И объявление наше. Выставляем. Кто откликнется, сделает, что написано. Три видеоролика, что это действительно так. Сейчас сестра болела, умерла. Отпевание идет. Вот вчера я 1413 новых фотографий ставил на моем мире. События. 1400. Теперь 22 тысячи у меня фотографий там. Совсем новые какие были. Вчера мне пишет Василий, племянник. Мир вам, дядя Игнатий. Повез жену Наталью в роддом. Прошу ваших святых молитву. Я пишу ему. Хорошо, помоги Господи. На лето ждем вас всех обязательно к нам в гости, в Потеряевку. Любезные наши. На нашей странице в моем мире. Теперь сегодня было выяснено 1412 фото. Василий. Спаси Христос за молитву. Родили девицу. Вроде все хорошо. Понимаете? Не девочку, а девицу. Понимаете? Вот как можно выразиться. И не родила жена, а родили. Вот это и думай. По мужской линии родословно это ведется. Дмитрий пишет. Мир вам, братья. По благословению Игнатия Тихоновича открыл страницу в Инстаграм Игнатий Лапкин. На текущий момент количество пользователей в Инстаграме составляет 1,1 миллиарда человек. Каждый день будем выкладывать фото и видео с комментариями, ссылки, которые будут вести на канал и сайт Игнатия Тихоновича. Поэтому, милости Божьей, об истинной православной вере смогут узнать большее количество людей. Ольга, слава Христу! Дмитрий. А кто пользуется Телеграмом, может Инстаграм и говорит так, также можете подписываться на канал «Восвете Библии». Так. Игнатий Тихонович, направляйте все ваши фото мне на почту. Я займусь, не переживайте, только берегите себя. Я пишу, а как их направлять? По одной фото или сразу все? Как это можно сделать, Дмитрий? Можно все, но для этого их нужно заархивировать. Если Владимир Паченко рядом сейчас, то, думаю, он поможет. Если нет, то, в принципе, фотографий по 20 можете мне каждый день направлять на мою почту. Как раз у вас фото очень много, поэтому выкладывать по 15-20 фото в день – самое оно. Я, как зарегистрировали учетную запись, сразу же отчитаюсь и покажу, как это выглядит. Но первым делом направьте, пожалуйста, вашу фотографию, которая сейчас здесь, в Скайпе. Думаю, она самая отличная. Вечером после работы напишу и все покажу. Спаси Христос. Либо любую другую фотографию, которая вам нравится. Учетная запись создана. Ссылку на сайт буду указывать под фотографиями. Если нужно что-то подредактировать в информацию о себе, напишите. Это новый человек, никогда не встречались, но уже два раза, кажется, по Скайпу беседовали. Имеют уже книги наши. Обязательно на него будут нападать. Обязательно заливать грязью. Вот эти амалекитяне. И Господь говорит, не забудь память их истреби из Поднебесной. Они памяти о себе никакой не оставят. Игнатий Тихонович, даже просто можете в Скайп скидывать мне все ваши фото. Например, в день по 15-20 фотографий. Очень желательно, чтобы вы делали комментарии к ним. Где, когда и прочее. Просто я уже не смогу верно и четко сделать соответствующие комментарии из вашего прошлого. Это самый лучший вариант. В главное фото поставил эту. Мне она очень нравится. Игнатий Тихонович, так что теперь на всех ресурсах, которые вы ведете, добавляйте вашу ссылку на Инстаграм в описании. Игнатий Лапкин. Ну, это я еще не знаю, как. Так что теперь на всех ресурсах. Как там делать-то? Потому что все же меняется. Инстаграм. Ну, ладно. Я теперь пишу. Мне бы как-то научиться подписывать фотографии, чтобы надпись была ниже фото, не по фото, и никак не терялась при перемещении фотографии. Тогда будет проще и надежнее, и дешевле мне. Времени у меня нет лишнего. Подскажите точнее только. Сейчас буду занять на полтора часа. Дмитрий, смотрите, все очень просто сделаем. Просыпаетесь вы с утра, встали на молитву, потом 15 минут отводите на отправку мне в скайп ваши фотографии. Например, нашли фото 10-й давности, где вы проповедовали в Латвии. Скинули мне 10-20 фото, указали год и к ним описание такого плана. Это мы благовествуем с братьями нашей крестовозвиженской общины в Риге, дома у священника Сергия Иванникова в 2008. У нас такого и не было, но он к примеру говорит. Я же помимо направляемых вами фото буду также выкладывать видеоролики с вашими проповедями, ссылками на канал. Незнакомый человек, видишь, все. Вот он Крачков Андрей в Америке, вот помог разбить Сергей Новиков. Вот эти, Сергей Птушенко. Ну, таких людей я сколько могу перечислять? Новые, которых не знал. И помогли мои давние материалы, аудио, разбить по файлам. Я сказал, примерно так вот по полчаса. И все это сделали, трудятся. Бесплатно, конечно. Ну, для Бога. А для Бога, то уже не бесплатно. Самая великая награда. И вот события за один вчерашний день. Конечно, в события входит то, что у нас занятия идут по средовым пятницам, в скайпе, по исследованию Слова Божия, изучению Святой Библии. А тут еще добавился четверг Виктора Николаевича. И это удобно так, что в 8 мы в 7.30 заканчиваемся в воскресенье. И через полчаса уже Виктор ведет из Франции. Вот так. Занятия свои. И, конечно, только то, что касается возможностей по интернету здесь, в Барнауле. Ты еще сидишь. Еще тут и нигде. Нет разнообразия. Но разнообразие в том, что разные люди приходят. И записываем в скайпе. Все видно, как есть. Вопросы задают. А в деревне, там, ну, очень большой был диапазон. Там на полях, там со скотиной, там мы работаем. А здесь еще я могу сказать. Это не от такого, такой возможности. Ну вот, показать еще можно наши ресурсы. Теперь. Вот. Мой мир, это мой любимый. Видео. Фото. 22 413. Это наше фото. Вот они. Вчера, видите, как. Вы добавили 38 фотографий. Вот была Оля. Вот на голубятню лезут. Попала. Там с ребенком едут или что-то. Держат. Вот. Ну, это фотографии какие. Да. Вы добавили 435 фотографий. Опять тут фотографии. Вот они какие интересные. Дальше. Вы добавили 33 фотографии. Это вчера. Их все надо было мне ужать, заархивировать. И потом послать. Это 33. Это про кошек. Вот. И дальше вы добавили 2 фотографии. 2 фотографии. Это про храм почему-то тут. Вот маленькая, не та одна. Вы добавили 9 фотографий. Это про собак. Я сразу по плейлистам разбиваю. Вы добавили 202 фотографии. 202 фотографии. Это... Что-то там проработал про деревню. Вы добавили 248 фотографий. Вот. Это тоже по-другому маленькие фотографии. Вот. Вы добавили 319 фотографий. Это вчера. Это на разные плейлисты. Она отдельно разбита. Это храм или крещение. О крещении. Вот так. 1413 фотографий. Много времени подготавливать пришлось, потому что они стояли на другом диске. А как сюда перенести? Теперь ужимаю это отдельные папки. В них складываю. Ну, это непросто. Если кто скажет, да, это 2 часа или час. Ну, поставьте свои фотографии. Когда они полные, надо архивировать. Подобрать надо. Вот. Чтобы повторов не было. 1400. Это за один раз. За день. Вот день у меня так и ушел. Второе. Это наш очень богатый, богатейший, можно сказать, православный форум Игнатия Лапкина. 3189 день. 1602 темы. Темы широко раскрыты. Вот. И канал. Православный видеоканал открытым оком во сети Библии. Вот я сейчас подновляю его. Сегодня это я ночью. Сколько? Два часа назад. Везде два часа. И вот тут. 128, кажется, или пять. Уже 94 беседы. Вот златоуст, пожалуйста. Жития. Это проповеди мои. Златоуст считается в храме. Вот так. А тут мы с отцом Наумом Израилевичем беседовали. Позавчара в благословенной Грузии. Никогда не гнали евреев в опросы. Аллилуйя. Ну вот. Немножко уже посмотрели. 619 человек. 619. Вот так. Ну вот. Тут и тоже заходил новый человек. Вот. Что с ним боязливых Бог не посылает на благовестие миссионерства. 600. То есть никаких у нас миллиардов, миллионов посетителей нету. Нету. А почему? Ну потому что здесь заходят люди, которые считают. Бабка чистит сковородку. Как правильно сковородку почистить? 3,5 миллиона. Ну понятно там. И пошли в лес. И нашли. И дальше интригант. Что? Нашли? Ну ничего не нашли. А дальше? Или надо показать, как в мире зверей показано. Удав душит и льва. Ну. Никакого там ни льва нету в этом ролике. У них ни удава. Ничего нет. Ну обман. Как медведь дерется со львом. Посмотришь, а нету там составлено. Так. Ну обман, обман. Ну еще. Зашел, заглянул в магазин. Идешь мимо магазин, голову повернул. Посчитай, сколько человек за день в магазин на витрину посмотрели. Ну увидели, там стоит женщина. Больше ничего нету. У нас здесь тема. Тема, имеющая глубокий смысл. Очень глубокий. Вот Златоуз запустим. Куда уже глубже. А всего 44 человека посмотрели. Жития богатейшая. Федор Варяг, его сын. Вот сейчас фильм «Крещение Руси». Вы вышел. Четыре серии я посмотрел. Посмотрел вчера. Весь фильм просмотрел. Четыре серии. Это все можно было уложить в 10 минут. Ну столько вот это мелькает, передвигается. Это они научились делать-то все. Ну как маленькие ребятишки. Фильм некудышный. Просто некудышный. Просто ничего нового не взять. Не научиться, как спасать душу. А вот там были, они жили, блудили, убивали, блудили, убивали, блудили, убивали. Ну и что? От силы затрачено. Я посчитал. Около 98, кажется, участников. Кто-то там разные, режиссеры. Ну такие. Каскадеров только не было. И все это указано. Это не один же день они делали. Явно дело, что эти 100 человек, которые фильм этот спроборили, они должны были питаться. Им платили, конечно. У них может быть и семьи есть. У кого-то любовницы. Всех надо кормить. Повторяю, фильм некудышный. Личный и ненужный. Ненужный. Язычникам это на руку. Вот какие были идолы. Селом порушили. Вернуться к предкам. К вере наших предков. А я уже знаю, как они это говорят. Вот так. Это вчера. Время у меня много ушло. Это уже не дует. Две минуты посмотреть. Четыре серии. И вот все это мелькает, как делают события. Мы так вот, допустим, поговорим, открытые или что-то еще. Бывает, собираются там Малахов где-то. И они как просто. Вот у нас открывается ролик. Вот собрание идет. Мы заходим, садимся. Ничего нет. Это все мельтишит, мельтишит. То есть пустяшные. Мекины летают. И вот что-то показать надо, чтобы на экране расползалось. Оттуда образ появлялся. Ну, дети малые. Ну, позволяет компьютер это делать. Графика. И что из этого-то? Ничего и нет. Ну, ты возьми только один раз, единственный раз. Себе скажи, что время дорого, у людей не отнимай его. Вот так, как есть, как есть. Не надо, он понял, не туда попал. А тут крутится, вертится, переворачиваются буквы. Ну, беда. Ну, почему фильмы-то раньше были-то? Никогда не было. Смотришь фильм, вот Евгений Миронов играет там. Или Апостол. Особенно Идиот, когда играет. Ничего не вертится, не крутится. Прямо сразу едет в поезде, разговаривает. И так дальше идет. Как он разговаривает? О вере, про католиков и прочее. Да не только этот фильм. Возьми ликвидацию. Ну, там тоже маленько сверкает. А раньше-то так не было. Вот, посмотрите, судьба человека, Герасимов ставил. Тихий дон, поднято, стрелка. Ничего не мелькало, нигде не крутилось. Люди были серьезные. А это мозги запудрили людям, и они с этой мекиной привыкли. Ну, ничего нет. Вот бывает иногда ставят ролики. Вот я смотрю Сергей парализованный. Вот так делать, если бы делали-то. Говорим о чем? Сразу раз фотография того человека. Или кадр какой-то. О чем говорится? Это. А это не так. Фигурки разные переливаются, перекручиваются. Где-то какой-то звездочки. Ну, дети малые. Это не серьезно. Вот в фильме «Иисус», посмотрите, там нет и лист купления. Там еще уже научились крутить. А то старого фильма этого не было. Вот смотришь фильме «Иеремия», «Иосифа, Авраама». Ну, тут уже начали подкручивать. А вот когда смотришь «Иуда Бен Гур», «Кама Гридеши», первый выпуск там в 1949 или каком году. Вот там ничего этого нет. Но как поставлено. Как многому можно научиться. А сегодня без этих вот, чтобы крутились кадрики и вертелись, и не дождешься. Мелькнуло к чему? Минуты не дают. То есть это все запрограммировано. Людей, говорят, защипировано. Вот это вот и щипирует. На соплях все подвешено. И вот крутится, вертится, мелькает, переворачивается. И не рад даже, что зашел. У нас, если вот оно есть, сколько, пропой 22 минуты, так и есть. Федор Варяг. Вот тут и показано, как их жертву приносят. Убили двух христиан. Вот так. Ну и большой у нас ресурс, православный библейский сайт. Вот кто меня еще спрашивает, там, чего, как я разослал тут всем мой приговор в суде. Вот для Слова Божия нет ус. Вот только ткни его. Вот я сейчас ткнул его. Все сейчас открывается. Вот для Слова Божия нет ус. И предисловие. Первый арест. Все. И все документы, документы, характеристики и показания из разных книг. Вот я неправильно тут делаю, показываю. Вот так. Зайди тут и все найдешь. И все уставы, жизнь потеряевки, детский лагерь, наш голос в Голосе Америки. Это я был по Голосе Америки, говорил. Пойдешь за чужим, потеряешь свое. Это когда после поездки в Америку я такую статью отдал в губернскую газету. И как раз об этом Ольга и говорит, княгиня Ольга. Все коварство, обман. Я о фильме, который от окрещения говорят. Нехороший фильм. Очень нехороший. Никому его не советую смотреть. Только в конце. И все это вот он ослеп. И все крушит вокруг, ломает, переворачивается. И артиста подобрали. Ну, прям нехорошие все. Вот когда есть, почему не крутятся, про Шаламова показывают. Или в круге первым. Сразу пошли титры и пошло. Я говорю про Солженицына. Вот на этом у нас. Теперь вернуть назад надо. Все, пока. Вот на это у нас. 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 Вот на это у нас.